Шизофрения лучшие варианты лечения Шизофрения является хроническим, серьезным, изнурительным психическое заболевание, которое поражает около 1% населения более 2 миллионов человек в одних только Соединенных Штатах. С внезапным началом серьезных психотических симптомов, человек, как говорят, испытывает острый психоз. Психотические средства из контакта с реальностью или не в состоянии отделить реальное от нереального опыта. Там нет известных единственной причиной шизофрении. Оказывается, что генетические и другие биологические факторы производят уязвимость к шизофрении, с экологическими факторами, способствующими в разной степени у разных индивидуумов. Есть целый ряд различных методов лечения шизофрении. Учитывая сложность этого расстройства, основные вопросы болезни, его причины или причин, профилактики и лечения, вряд ли будут решены в ближайшее время. Общественность должна остерегаться тех, кто предлагает лекарства для лечения шизофрении. Шизофрения является одним из психотических, также называемых мыслей неупорядоченных, психических расстройств и влияет на мысли человека, поведение и социальное функционирование. Симптомы шизофрении могут включать в себя Бредовые идеи Галлюцинации Ступор Негативные симптомы Дезорганизованы речи или поведение В то время как шизофрения используется для быть разделены на различные типы расстройства, то теперь считается, что различные симптомы одного расстройства включительно. Дети со 6 лет могут быть найдены, чтобы иметь все симптомы шизофрении, как это их взрослые коллеги, и по-прежнему иметь это симптомы во взрослую жизнь. Хотя термин шизофрения только был в употреблении с 1911 года, ее симптомы были описаны на протяжении письменной истории. Шизофрения считается результатом комплексной группы генетических, психологических и экологических факторов. Медицинские работники диагностировать шизофрению путем сбора комплексной медицинской, семьи, психического здоровья и социальной, культурной информации. Практикующий также будет либо выполнять физическую экспертизу или потребовать первичной помощи врача данного лица выполнять одно. Медицинское обследование, как правило, включают в себя лабораторные тесты. В дополнение к предоставлению лечения, который подходит для диагностики, практикующие пытаются определить наличие других психических заболеваний, которые могут возникнуть совместно с шизофренией. Люди шизофрении подвержены повышенному риску наличия ряда медицинских проблем, других условий психического здоровья, совершения самоубийства или участия в других самовреда, а в противном случае умирают раньше, чем люди без этого заболевания. Лекарства, которые были признаны наиболее эффективными в лечении позитивных симптомов шизофрении первого и второго поколения нейролептики. Психосоциальные вмешательства для шизофрении включают обучение членов семьи, лечение по месту жительства, лечение злоупотреблением различными веществами, обучение социальным навыком, при поддержке занятости, когнитивно-поведенческой терапии, а также управление веса. Когнитивная реабилитация, равный равному лечению, мер веса управления, а также продолжение утонченность лекарства. Шизофрения причины Ингибирование выражения лица, отсутствие эмоциональной отзывчивости. Читатонич поведения, трудность перемещения, сопротивление перемещению, гиперактивность, повторяющиеся или иным образом аномальных движений, и, или нонсенс слова повторения или того, что другие говорят или делают. Само пренебрежение, плохой уход и отсутствие хорошей гигиены. Отсутствие речи. Апатия, отсутствие мотивации. Лечение шизофрении. Семья психообразования и поддержка, в дополнение к обучению членов семьи о симптомах, конечно же, и лечения шизофрении. Эта форма лечения состоит из обеспечения семьи с поддерживающей терапией, навыки решения проблем, а также доступ к медицинской помощи поставщикам во время кризисов. Лечение настырное сообщество, АЧТ, это вмешательство состоит из членов команды лечения встречи человека с этим человеком на ежедневной основе, в общественных учреждениях, а не в офисной обстановке или больнице. Лечение наркотической зависимости, предоставление медицинских и психосоциальных мероприятий, которые касаются злоупотребления психоактивными веществами должно быть неотъемлемой частью лечения, как около 50% лиц, страдающих шизофренией и страдают от какого-то токсикомании или зависимость. Социальных навыков, также называется управление заболеванием и программирование восстановления, обучение социальным навыкам предполагает преподавание клиентов способов справиться с социальными ситуациями надлежащим образом. При поддержке занятости, это вмешательство обеспечивает поддержку как работа тренера, а также инструкции о построении докачка, интервью для рабочих мест, а также образование и поддержку для работодателей принимать на работу людей с хроническими психическими заболеваниями. Когнитивная поведенческая терапия, КПТ, то есть является реальностью на основе вмешательства, которая фокусируется на оказании помощи клиенту понять и изменить шаблоны, которые имеют тенденцию мешать его способности взаимодействовать с другими людьми и в противном случае функции. Групповая терапия Рыбий жир Люди, страдающие от шизофрении, как правило, имеют низкий уровень омега-3 жирных кислот в крови, как это связано с истощением некоторых жирных кислот. Упражнения Регулярные физические упражнения хороши для поддержания физической, а также психического благополучия для шизофреников. Это помогает улучшить настроение и уменьшит беспокойство и депрессию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова